всем привет из джунглей это канал крипто comments и я спешу к себе в хижину к экрану монитора чтобы сделать для вас ребята очередной крипто обзор поэтому если вы цените такой контент и вам нравится не забудьте поставить лайк подписаться на канал и нажать на колокольчик погнали графиком тут у нас футбольчик какой-то идет а тут у нас такой микро офис и смотрим чем этот видим с вами на графике а видим мы тут с вами очень даже интересные вещи посмотрите-ка вот я выделил на 6 часовом таймфрейме у нас с вами зеленая такая плотная свеча объемов и также зеленая свечка хайка наши сейчас вырисовывается но на 4 часовом таймфрейме у нас это же свеча объемов красная посмотрите при этом сетка и my ribbon уже перевернулась в лонг и мы прямо сейчас ее тестируем как поддержку это все при том что на сайфере у нас есть локальная красная точка конечно же короче говоря сигналы смешанные но формация технически вы скажете что очень похоже например на вот эту да то есть медвежий флаг там условно говоря и мы пойдем еще ниже и в принципе вы будете конечно же правы потому что почему нет то вот у нас похожее накопление вот вот и как бы окей можем пойти еще ниже но ребят сколько таких медвежьих флагов еще будет ну один два три и все в минус четыре тысячи долларов ну ладно вам хорош а так смотрите-ка на самом деле очень похоже еще и вот на такую формацию на разворотную что у нас опять же плотные объемы до зашли в рынок зеленая точка на старшем на дневном таймфрейме на сайфере ну изо всех шелей уже просто трубят про этот писайкл ботом я уже тоже про него несколько раз говорил он конечно же ничего никому не должен этот индикатор но тем не менее он отработал отработал указывая на то что это дно исходя из предыдущих таких же значений при этом по хэш-рибанса у нас с вами все еще продолжается капитуляция майнеров и все еще нет сигнала на покупку такого как было вот здесь вот здесь ну и все собственно успешные разы то есть он вот-вот должен скоро загореться то что он точно загореться тут уже как бы вопросов нету просто когда это будет сейчас или чуть позже тут как раз вопрос открытый но если вы посмотрите на прошлые разы то он загорался уже на росте как здесь так и здесь то есть он немного запоздавший запаздывающий индикатор но что интересно ребят что если вы посмотрите на альты с включенным хэш-рибансом именно на дневке тот же эфир то он уже дал здесь сигнал на покупку или bnb какой-нибудь и я не знаю можно ли вообще как-то уважать эту индикацию на альтах потому что индикатор то написан под биток но тем не менее это произошло это так просто нам как бы в копилку с нашими знаниями что это произошло даже на дэше он загорелся то есть может быть это опережающий индикатор для биткоина на дэше кстати посмотрите как у нас уже тут вторая желтая точка подряд вот на этом уровне короче ребята похоже на то что все-таки локально нас ждет с вами очень сильный отскок потому что вымыли уже достаточно маржинальных хедж-фондов как вы можете знать три арус капитал цельсиус после краха терра луна до аламеда ресерч подливает масло в огонь короче говоря то о чем собственно мы с вами и говорили вот сейчас происходит максимальный де леверджинг и вымывание крупных игроков потом чисто технически тут напрашивается ну как минимум поход сейчас на тридцун куда-то а то и 32 а вообще как бы напрашивается на самом деле бычий рынок с перехаем всех хаев потому что еще раз вам говорю это позитив то что происходит сейчас на рынке долга на рынке недвижимости пузырь этот который должен лопнуть на рынке всего но вообще на мировых рынках то что сейчас происходит это позитив чистейший то что происходит в мире геополитика и прочее это отличный фундамент для биткоина наш биткоин зародился у нас с вами как ответ на предыдущий мировой финансовый кризис и с тех пор он вырос на 69 миллионов процентов ребята примерно как бы чтобы вы понимали поэтому тут я тоже делал пост в телеграме кстати кто не подписан к нам в телегу обязательно исправьте эту ошибку делал пост что ребята все вы держите балансы в usd все те кто не верят в биткоин держат балансы в стейбл коинах вот график перевернутый график биткоина то есть это график доллара в биткоинах в сатошах точнее вот ваша стабильная валюта то есть если вы держите балансы usdt то вы гоняетесь просто за своей тенью вы пытаетесь обогнать время обогнать рост курса биткоина то есть если вы держите балансы в usdt да в моменте сейчас вы конечно чуть более хорошо себя чувствуете потому что у нас идет локальная такая история но глобально вы как бы все время в проигрыше вот почему я говорю что нужно держать все в крипте ну или большую часть в крипте поскольку это растущий актив так что ребята тем более сейчас когда мы так сильно упали у нас такая просадка шикарная я думаю что дураку понятно что надо набирать сейчас в долгую крипту и поспекулировать в короткую вонг тоже очень не глупо вот ну а все те обиженки кто там кого засадил гриня там как вы говорите в дэш или во что так это просто даже уже это смешно ребята если вы кто-то за вас может решить куда деть ваши деньги ну блин слушайте я просто вам даю аналитику говорю что я делаю я также как и вы на дэше потерял несколько биткоинов но я их потерял в моменте я не продал я докупаю поэтому я их не потерял на самом деле просто я мог грубо говоря заработать на чем то вон там горели надо было луну покупать но вы купили луну и чё с ней стало а я вам говорил луну по 100 шартить и солану говорил по 200 шартить и бенби сейчас говорю шартить я вам одно и тоже говорю потому что ничего не меняется вот я вам даю данные которые сам вижу и которые сам буду делать бенби я буду шартить, потому что это перекупленное говно BNB, BTC. Не должен он так дорого стоить, но он может перед этим еще выше сходить, может. Но вот постепенно, если он пойдет выше, набирать шорт по нему к битку – идеальная история. Об этом у меня есть отдельный ролик, посмотрите, сейчас он появится вот там. Как шартить BNB к битку. Дисклеймер, естественно, не финансовый совет. Ну а у меня все то же самое, что я держу ланги, немного их доусреднял, торгую на байбе. Кстати говоря, турнир уже заканчивается вот буквально меньше, чем через сутки. Наша команда, ребята, с вами на… Давайте обновим страницу. На 90-м месте сейчас. На 10-м месте в регионе. Ну, давайте так скажем. Неплохой результат. Неплохой результат, что мы в плюсе. Но призовое место, конечно, уже нам не светит. Тут вот на 10-м месте по NL 279% у команды. Но тем не менее мы молодцы, что постарались. Получили скидки на комиссии, получили всякие там плюшки в разделе. Дашборд, да. Я надеюсь, все нажали. Если не нажали, успейте сегодня это сделать. Здесь можно получить… Вот в Lucky Draw и в Daily Lottery можно получить всякие-всякие бесплатные награды. Вот. Собственно, я держу все свои ланги. Немного их доусреднял, докинул, частично забрал профит. Кстати, на это изменили Realized PNL. Теперь видно за всю историю сделки. Не за сутки, а за всю историю сделки. Очень удобно, как на Femex они сделали. Опять же, повторюсь, жду локальный очень сильный отскок куда-нибудь на 30 тысяч по битку, как минимум. Соответственно, и по эфиру. Мне кажется, он куда-нибудь на 2 тысячи сходит. Ripple локально тоже показывает очень неплохую динамику в моменте, потому что вроде как они выиграли суд. Отклонил суд заявку Seca в деле о Ripple. Да и потом этот Macalip перестал наконец-то дампить токены по рынку, которые он дампил там 6 или 7 лет. То есть он продал все свои Ripple и теперь продавать больше нечего ему будет. Вот. Поэтому я думаю, что по многим монетам мы сейчас нарисуем вот этот вот паттерн, который я называю Ковш Большой Медведицы. И, собственно, шартисты будут наказаны, ребята. Потому что, ну, блин, давно уже пора, если честно. Я не знаю, что тут удивительного. Если вы лонгуете сначала вот здесь и вот здесь, а потом вот здесь вы вдруг начинаете говорить, что не, все, это же я шарчу. Ну, как бы логики в этом мало. Если вам и здесь было хорошо и здесь заходить, то здесь вам просто отлично должно быть заходить. И это касается любой монеты. И Битка, и Ripple, и Dash, и чего хотите. Вот. Поэтому не вижу смысла дальше разглагольствовать. Как торговать на бирже Bybit? Посмотрите мой обзор. Сейчас он появится у вас вот здесь вот сверху. Если вы вдруг до сих пор не знаете. Тысячу дисклеймеров, ребята, не финансовый совет, потому что на рынке зарабатывать очень сложно, а потерять все очень-очень просто и легко. Именно за счет вот таких вот мы и зарабатываем. Поэтому 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, как говорил мой дед. А, и дайте я вам видон-то покажу с балкона. Видон вообще крышеснос. Люблю смотреть футбольчик, потому что я ничего в нем вообще не понимаю. Вон, кто-то кому-то гол, походу, забил. Даже не знаю, кто играет. Видон просто крышесноснейший, ребята. Это джунгли, это сафари. У нас тут слоны и зебры гуляют. Медведи, быки, кстати. Бассейн, вот там такой шикарный. Сверчки, паучки. Ну, в общем, все как у людей. Вот, всем вам желаю побольше удачи на рынке. Действуйте с холодной головой, с риск-менеджментом, с расстановкой. И будут вам профитроли. Ну, а у меня на этом все. Это Гриня, канал Криптокомментс. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. И до следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok